Хай лакеш, Айгуль, Беджал Гастрамус. В эфире программа «Новое время». Студия Айгуль Мукей. Мы начинаем. В Алматы до конца года утвердят новые правила застройки и реновации жилья. Об этом президенту сегодня рассказал глава мегаполиса Ербулат Досаев. Пока же власти активно обновляют коммунальную инфраструктуру. В этом году в городе построили и модернизировали больше 200 километров сетей водоснабжения, реконструировали 66 километров линии электропередачи. А вот бюджет на модернизацию медицинской инфраструктуры вырос в 2,5 раза в этом году, рассказал Аким. Летом в Алматы открыли центр раннего вмешательства, который должен снизить уровень детской инвалидности. Рассказал Досаев и о расширении зеленого фонда мегаполиса. Растение в городе поливает система капельного орошения, которая простирается на 110 километров. А площадь алматинских парков уже в этом году достигнет практически тысячи гектаров. Другим событием в экономику Казахстана через МФЦА привлекли 13 миллиардов долларов инвестиций. Часть через электронную торговую площадку, часть это капитал компаний-участниц финцентра. Об этом президентом Казахстана и Армении доложил управляющий Международным финансовым центром Астана. И сегодня в МФЦА работает порядка 3200 компаний из более чем 80 стран мира. В их числе и шесть крупных компаний из Армении, которые специализируются в сферах информационно-коммуникационных технологий, финансовых услуг и страхования. Главы государства знакомились с особенностями судебной и арбитражной системами финцентра. Им также рассказали о работе Комитета по регулированию финансовых услуг. Отмечу, что между Комитетом МФЦА и Центральным банком Армении действует меморандум о взаимодействии в сфере надзора и регулирования банковской и страховой деятельности, а также рынков ценных бумаг. Впрочем, одним из приоритетных для Армении сегодня является сотрудничество с Казахстаном в IT-сфере и высоких технологиях. Об этом в эксклюзивном интервью нашим коллегам из информационного агентства Казинформ заявил президент Армении. Ваган Хачатурян рассказал о первых успехах в этих областях, упомянув запуск суперкомпьютера и открытие нового дата-центра в Армении. Вместе с тем улучшить показатели можно и в торговле. По результатам прошлого года товарооборот между странами увеличился на 23%, а более активное использование транспортной логистики и морских путей позволит добиться еще больших показателей, отметил президент Хачатурян. Армения также проявляет интерес к опыту нашей страны в сфере образования и готова изучить и эту практику. Одна из важных отраслей или сфер – это, конечно, образование. Те достижения, которые у вас есть, это тоже нам очень заинтересованы. Наш министр находится здесь. Она даже сегодня будет ходить по нескольким школам, увидеть, как это все у вас обустроено. Я вчера говорил вечером с уважаемым господином Такаевым, он именно рассказывал о том, как вы делаете здесь. Я ему сказал, что у нас идея то же самое, идея нашего примера одинаковая с вами. То есть для школ, для образования, что строится, это должно быть самое совершенное, самое новое. Ничего старого не должно остаться в школе, начиная с турии, заканчивая от новых, не знаю, этих телевизионных возможностей, которые даются чисто в образовательной системе. Казахстан воздержится от подачи заявки на вступление БРИКС, несмотря на поступающие предложения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Береку Али порталу Тенгри Ньюс. Он отметил, это решение связано с многоступенчатым процессом рассмотрения вопроса о членстве и перспективами самого объединения. На вопрос о том, какой организации будет отдан приоритет, Уали ответил, что президент многократно подчеркивал важность ООН, в которой можно и нужно обсуждать все актуальные международные проблемы. Отмечу, БРИКС – это группа стран, включающая Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. В рамках этой площадки обсуждаются вопросы торговли, инвестиций и политики. Ближайший саммит пройдет в 20-х числах октября в Казани. Там, кстати, на расширенном заседании в формате аутрич выступит глава нашего государства. Между тем, наша страна поддерживает сбалансированные отношения с разными экономиками мира. Это признают и ведущие международные эксперты. По словам директора Каспийского политического центра Вашингтона, Афгана, Нефтьева, речь идет о сотрудничестве не только с крупными, но и со средними державами. Роль последних в меняющемся глобальном порядке обсудили сегодня на площадке Астана Сингтанг Форум. Он впервые проходит в столице и уже собрал на своих сессиях представителей 22 стран. Казахстан находится на стыке Запада с Востоком. Это очень важная роль, которую в последние годы сильно укрепили. Теперь Казахстан участвует в тех диалогах, куда вас раньше не приглашали. А все потому, что теперь обходиться без Казахстана становится неправильным. Ваша страна продвинулась вперед во многих вопросах. И важно теперь этот путь реформ продолжать. Участники форума обсудили также роль стран-медиаторов в условиях глобальных конфликтов, обеспечения мировой энергобезопасности и устойчивости, а также ключевые торговые и транспортные коридоры. Отмечу, некоторые спикеры посетили мероприятие специально, чтобы наладить торгово-экономические связи с нашей страной. По словам посла из Венесуэлы, совместные энергетические проекты у двух стран уже есть. Пришло время развивать и другие сферы. Разные торгово-экономические вопросы о фрукте, о разной морепродукте и так далее, которые мы хотим продавать не только в Казахстане, а в Центральной Азии. Для нас очень важно знать и понять, как мы можем работать, транспорт и логистика через средние коридоры. Я думаю, что мы можем работать вместе и в Венесуэле будут ваши не только друзья, ваши специальные партнеры на Южную Америку. Ну а тем временем в Казахстанской Федерации Футбола прокомментировали заявление антикора о необослованных растратах бюджетных средств. Отчитываясь перед депутатами, президент Федерации Адлет Барменкулов отметил, что организация содержится сегодня исключительно за счет спонсоров. Кроме того, по его мнению, развивать массовый, в том числе и детский спорт, становится сложнее, денег мало, а требований все больше. Потому он, напротив, выступил с предложением увеличить финансирование казахстанского футбола. Тем более, что в него сейчас играют до 250 тысяч детей, по его словам. По крайней мере, такую цифру озвучил глава Федерации. При наших математических расчетах мы сегодня видим, что с полмиллиона мы можем эту цифру поднять до 1,8 млрд евро. Таким образом, мы получим лояльную аудиторию. То есть, если затраты приносят социально-экономический эффект, почему бы нам не увеличить эти затраты в 5 раз, но зато мы получим эффекта, умноженное в 3 раза. Правда, цифру в 1,25 млн играющих в футбол детей мажелесмены подвергли сомнению. По их словам, многие населенные пункты Казахстана попросту не оборудованы футбольными полями, а те, что есть, находятся в райцентрах и обходятся казахстанцам в круглую сумму. Отмечу, обсуждение судьбы отечественного футбола проходит на фоне разгромных поражений национальной сборной в отборочных этапах мировых первенств. А дети просто, даже куска земли у них нет, чтобы просто гонять мяч. Я хотела устроить одного мальчика в футбольный клуб, потому что ко мне со слезами обратился и говорит, у меня ребенок играет в футбол, но нет у меня денег заплатить. В Антикори же сегодня напомнили о суммах, которые были потрачены. За последние шесть лет спорт высших достижений получил из казны почти полтора триллиона тенге. В этом году и на будущий 2025 уже заявлен бюджет в 1,3 триллиона. Но вот в эффективности таких трат антикоррупционщики сомневаются. В качестве примера они привели футбольные поля и спортивные помещения, аренда которых обошлась бюджетом почти в полтора миллиарда тенге. В это время один за другим были задержаны спортивные управленцы. По фактам хищения и взяточничества заведено 58 уголовных дел. В антикоррупционной службе заявляют, что сфера требует кардинального пересмотра бюджетной политики и прозрачности в освоении государственных средств. Другим новостям. Зарубежным банкам станет проще открывать в Казахстане свои филиалы, облегчить процесс намеренно законодательно. В планах агентства по регулированию финрынка сократить перечень документов. Их число будет зависеть от рейтинга организации. Сумма необходимых активов также уменьшится в два раза с 20 до 10 миллиардов долларов. При этом филиалы смогут менять валюту и выпускать платежные карточки. Судя по всему, желающие открыть представительство в нашей стране уже есть. Мы рассматривали страны, с которыми у нас тесные экономические взаимоотношения. Государства Азии и Европы, арабские страны, Турция и Китай. На сегодня изъявили желание открыть свои филиалы три зарубежных банка. Первый – южнокорейский Южин. Три года назад они открыли свою микрокредитную организацию. И на ее базе они хотят открыть свой банк в нашей стране. Второй – катарская организация, которая выкупила наш Береге банк. Они тоже изъявили желание работать в Казахстане. И мы дали им разрешение. Третий – ОАЭ. Там есть банк ADCB. В Эмиратах он на третьем месте по популярности. Мышлесмены решения поддерживают. Говорят, что за четыре года в страну не пришел ни один иностранный банк. Причем нужны новые финн-институты. Не для потребительских займов, а для кредитования реального сектора экономики. В Казахстане этот показатель составляет всего 8% от ВВП. В развитых же странах цифры намного внушительнее. В Соединенных Штатах эта цифра уже 120%, а в Японии – 250%. Нам есть куда стремиться. И вот на это нацелена как раз вся эта политика, которую мы сегодня проводим, для того, чтобы завести три новых банка, чтобы они финансировали реальный сектор экономики. Каким образом это отразится на простых людях? Во-первых, я надеюсь, что появятся новые рабочие места. Потому что новые проекты, новые, скажем так, возможности для вкладывания в бизнес в нашей стране. Даже один только туризм чего стоит или переработка, обработка сырьевая. А вот займы казахстанцев предложили страховать от мошенничества. В депутатском запросе мужелесмен Магирам Магирамов выразил мнение, что риски должны нести не только граждане, но и банки. По мнению депутата, киберпреступники больше не ограничиваются онлайн-кредитами. Деньги на картах тоже не защищены от мошенников. А правоохранительные органы и суды не способны защитить права пострадавших людей. В конечном итоге страдают только граждане. Банки никак не заинтересованы в совершенствовании безопасности банковской системы. Сегодня финансовые организации получают все выгоды, оставляя людей с долговыми обязательствами, даже если они стали жертвами-мошенниками. В связи с этим считаем необходимым разработать систему обязательного страхования займов физических лиц от мошенничества, который поможет разделить риски между банками и гражданами, чтобы снизить финансовую нагрузку на пострадавших в случае мошенничества. И в это время наши банки хотят обязать отказывать в переводах на платформы онлайн-казино. Даже легальные участники игорного бизнеса не смогут получать платежи от казахстанцев младше 21 года. Соответствующие поправки уже подготовили в агентстве по регулированию финрынка. Помимо этого банки больше не смогут проводить платежи на бирже цифровых активов, которые не зарегистрированы в Международном финансовом центре Астана. А за клиентами, у которых на руках имеется больше пяти банковских карт, будет введен специальный контроль. Проект постановления сейчас размещен на сайте Открытые НПА и находится на обсуждении до 30 октября. Совсем скоро купить сим-карты также будет сложнее. Минцифры хотят вернуть номерной план государству. Это значит, что приобрести мобильные номера в магазинах уже не получится. Для этого придется идти в ЦОН или заказывать сим-карту онлайн через ЕГОФ Мобайл. Все это из-за кибермошенников. Они начали работать через соцсети. Зачастую они используют WhatsApp, который операторы связи блокировать не могут. Сейчас операторы связи выдают номера пользователям и сим-карты соответственно. Первый, мы вернем номерной план государству и граждане будут получать номер сотового, либо для городского использования на портале электронного правительства, либо через мобильное приложение ЕГОФ Мобайл. Кроме того, мы ограничим количество сим-карт на одно физическое лицо. И юридические лица, которые получают сейчас где-то бесконтрольно, может быть, сим-карты для коммерческого использования, они должны будут по каждому номеру обосновывать его использование. Это новое время, и мы продолжаем. Кустанайская молодежь, а точнее те, кто не старше 34 лет, могут купить квартиру на выгодных условиях. В регионе стартовал новый этап жилищной программы «Кустанай-Жастара». Эта идея принадлежит Экимату и Отбаса-Банку. Программа, правда, не новая. До этого кустанайцы смогли получить порядка 200 доступных ипотек. Бахтыбек-Досмагула – водитель неотложки. От его оперативности и профессионализма нередко зависит человеческая жизнь. В прошлом году вместе с супругой они участвовали в программе «Кустанай-Жастара». Теперь троих детей они воспитывают в собственной уютной квартире. Вот Паса-Банк откладывали денежки, собирали, открыли счет, получили квартиру под 5% годовых. Это неплохо в наше время, чем платить кому-то за арендное жилье. С 21 октября в области стартует новый прием заявок по программе «Кустанай-Жастара». Ориентирована она на молодежь до 34 лет включительно. Основное условие – отсутствие собственного жилья. В список участников войдут те, кто наберет больше баллов. Они начисляются за наличие детей, количество лет в браке. Также дополнительные баллы получат специалисты здравоохранения, образования, культуры и спорта. На финансирование жилищной программы от Басы-Банк и Акимат Кустанайской области в совокупности выделил 2,1 миллиарда в тенге. Для участия в программе у наемных работников официальный стаж должен быть не менее 6 месяцев на одном месте работы. У индивидуальных предпринимателей – одного года. Выбирать квартиры участники программы будут самим. Первоначальный взнос льготной ипотеки – 10%. Ставка по займу – 6%. Годовая эффективная ставка заставит от 6,1% до 6,8%. Максимальная сумма займа для покупки жилья в Кустанай – 18 миллионов тенге. Для остальных населенных пунктов региона – 15 миллионов тенге. Шатин Саидов, Любовь Аплачкина, Жебек, Жилы Кустанай. Депутатов Маслихата в стране должно быть больше. Такое мнение озвучил сегодня глава Института государственного и местного управления. По словам Абекена Тохтебекова, чем больше будет задействовано представителей народа, тем эффективнее будут решаться проблемы населения. Отмечу, в этом году казахстанским Маслихатам исполняется 30 лет. Народных избранников в районах, городах и регионах насчитывается больше 3 300. После многочисленных реформ системы местного самоуправления их рычаги влияния значительно усилены. Депутаты утверждают, местные бюджеты контролируют их и исполнение, а также решают и другие вопросы местного уровня. Словом, теперь Маслихаты несут такую же ответственность за обеспечение социального благополучия региона, как и Акиматы. И, что важно, их работа не оплачивается. Раньше в районном совете количество депутатов было 50 примерно, 50-60. В областных советах количество депутатов было за 100. Депутаты, они представители населения же, потребности, они сигнализируют, они теребят там, они доказывают, стучат. Поэтому количество депутатов у нас должно быть очень много. Сейчас в районных Маслихатах 11-15 депутатов. Как наказы депутаты давать? Впрочем, расширился сегодня и состав Маслихатов. Благодаря законодательным изменениям там стало больше молодежи и женщин. И такое разнообразие и неоднородность обеспечивает прозрачность принятия решений. А в начале октября к народным избранникам обратился президент страны. Косможимар Тукаев поставил задачу повышать уровень компетенции депутатов-маслихатов, в полной мере использовать свои полномочия для влияния на Акиматы, местные исполнительные органы, а также содействовать реализации общенациональных задач. Поэтому наша задача обеспечить безопасную, комфортную жизнь наших граждан, чтобы благосостояние, благополучие с каждым днем увеличилось. Маслихаты является, как вы знаете, исторически является таким тем, золотым мостом между народом и исполнительной властью. То есть наша задача, в первую очередь, слушать, принимать решения именно по проблемным вопросам наших граждан. Ну и в юбилейный год депутаты Маслихата решили внести свою лепту в благоустройство столицы. В сквере по главной улице Астаны они высадили 30 саженцев сосны. Между тем, в селах Акмолинской области появится централизованное водоснабжение. Только в Зерендинском районе сейчас реализуют 14 проектов на общую сумму свыше 10 миллиардов тенге. Это позволит обеспечить чистой питьевой водой порядка 7 тысяч сельчан. Питьевая вода в каждый дом для жителей села Сейфулина – это большое событие. Десятки лет здесь не было водоснабжения. Люди несказанно рады. Мы этого ждали 30 лет. Раньше нам приходилось и в дождь, и в снег возить воду на лошадях. Всё пережили. Поэтому, конечно, радости нашей сегодня не передать словами. В селе Сейфулина 100 домов. По проекту в населённый пункт было проложено 3,5 километра магистральных сетей и 12 километров трубопровода. Основные работы по прокладке, укладке трубы уже в посёлке мы закончили. Магистраль, основной водовод, который подходит к посёлку, тоже всё закончили. И ведём сейчас основные работы на насосной станции второго подъёма. На проект водоснабжения села Сейфулина была выделена 540 миллионов тенге. Чистую питьевую воду подводят и в другие сёла Зерендинского района. Данный объект подрядчик очень хороший, добросовестный подрядчик. Выполнил работу в срок, качественно, с опережением графика. У нас ещё есть 16 проектов на готове. Хотим также продолжать. У нас 79 населённых пунктов, которые хочется все обеспечить водопроводом. Всего же в Акмолинской области реализуются 66 проектов по обеспечению населения качественной питьевой водой общей стоимостью свыше 31 миллиарда тенге. Из них 42 проекта запустят до конца года. Александра Сергеева, Жирсену Мерзак, Жибек, Жолы, Акмолинская область. А в Южной Африке переживают самый тяжёлый кризис за последние десятилетия, вызванный погодным явлением Эленинью. По данным ООН, месяцы засухи оказали разрушительное воздействие на население. От голода там страдают больше 27 миллионов человек. Больше 20 миллионов детей недоедают из-за неурожая. В ООН предупредили, что это может стать полномасштабной гуманитарной катастрофой. Пять стран, пострадавших больше всего, обратились за международной помощью. Представитель ООН Томсон Фири, в свою очередь, отметил, что для её немедленного оказания необходимо около 370 миллионов долларов. Но пока эти деньги выделить они не могут. Чтобы обеспечить голодных людей мясом, власти Намибии и Зимбабве даже прибегают к убийству диких животных, включая слонов. А в Великобритании в это время борются с ожирением. Безработным, страдающим от лишнего веса, предложат специальные уколы и тем самым помогут им вернуться к работе, чтобы в конечном итоге ускорить рост британской экономики. Болезни, вызванные ожирением, заставляют людей брать в среднем 4 дополнительных больничных дня в год. А многие вынуждены вообще сидеть дома. Эта проблема обходится Национальной службе здравоохранения в 11 миллиардов фунтов стерлингов в год. Успешные испытания препарата крайне важны для плана Минздрава по возвращению тучных людей на работу. В качестве места их проведения было выбрано графство Большой Манчестер. И профессор из Польши имплантировал жителю Павлодара электрокардиостимулятор. Электроды вживили в определенные участки сердца и теперь устройство будет поддерживать ровный сердечный ритм. Батарейки, по словам специалистов, хватит на 14 лет, а после будет замена. Операция по такой уникальной методике в Павлодаре проведена впервые. Польский профессор за свою многолетнюю практику спас тысячи людей от остановки сердца. И теперь он обучает коллег по всему миру. Что характерно, операции делают под местным наркозом пациент сознания. Метод внедрят в практику павлодарских докторов. Такие операции будут делать бесплатно. Благодаря мастер-классу теперь лечение в кардиоцентре смогут получать 100-150 пациентов, что в разы больше, чем раньше. Раньше при имплутациях стимулятора электротроимплотировался правый желудочек, что приводило к асинхронной стимуляции сердца. По новой методике сердце стимулируется более физиологично, то есть уменьшается риск сердечной неостачности и улучшение качества жизни пациента. В некоторых больницах, конечно, проводят под общим наркозом, но тем не менее в моей больнице мы это делаем под местной анестезией. С помощью местной анестезии можно с пациентом разговаривать, давать определенные команды пациенту. Важно продолжать и развивать этот опыт, чтобы дать возможность большему числу людей получать качественное лечение и жить полноценной жизнью. На этом я прощаюсь с вами. А эфир Жебекжола продолжит аналитический обозреватель Газис Абишев. Добрый вечер. Добрый вечер, Айгуль. Мы начинаем.